Стоите сегодня перед Господом, Богом вашим. Так начинается наша недельная глава Ницавим. Название недельной главы, стоите, намекает на Рош-Ашана. День, когда все обитатели мира предстают перед Всевышним на суд, и Творец решает, что будет с каждым из них на протяжении ближайшего года. Немного волнительно, да? Согласитесь, друзья. Друзья, определяется наша судьба на целый год, 365 дней. Количество здоровья, сил, денег, количество отношений, качество отношений. Все это определяется, все самые главные вещи определяются в Рош-Ашана. И тут каждый мыслящий человек должен спросить себя, а за что меня будут судить? От каких главных параметров зависит мой наступающий год? Шалом, дорогие друзья, с вами Давид Плескин, в прямом эфире из святого города Иерусалима. Слава Богу, комментарии в прошлый раз работали, я надеюсь, что сейчас тоже заработают. Буду рад вашим комментариям, вашим вопросам, насколько позволяет время. Я начну издалека на ответ на тему, как сделать год максимально хорошим. Я хочу вам привести очень интересный пример. Пример про большое предприятие, на котором работает один человек, которого, назовем его кодовым именем Абраша. Он любит свою работу, он любит своего начальника, он думает, как я могу помочь моему предприятию заработать больше. Тогда будет все хорошо всем и мне, и начальнику, и всем, кто работает у меня на предприятии. Он думает, 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 у него зарождается идея. Я знаю, как можно повысить прибыль нашего предприятия в два раза. Он составляет бизнес-план детальный, все продумывает, действительно, проверяет, действительно, идея очень хорошая. И он назначает встречу с начальником предприятия. В конце концов, он приходит к директору предприятия, показывает ему свою презентацию, объясняет свой бизнес-план. Начальник внимательно его выслушивает и говорит, ты знаешь, да, отличный бизнес-план, все, давай, делай. Я даю тебе все необходимые средства, я даю тебе зарплату в два раза больше, вперед действуй. И приходит наш герой домой, радостный, все классно, в два раза больше зарплата. И думает, все, ну, я начну, но вначале есть уже зарплата, давай я немножко отдохну, съезжу на Турцию, на Канары, в Абхазии, куда позволяют обстоятельства. И говорит, ну, ладно, первый месяц я отдохну, а потом начну работать. Проходит первый месяц, проходит второй, третий, четвертый, пятый, а Браша все не начинает работу. Ну, что-то там-сям сделал потихонечку, что-то сказал, что-то проверил, но самая настоящая работа, по-настоящему, работа нет, а Браша пока в отдыхе. И вдруг он смотрит, ай, что делать? Прошло уже 10 месяцев, через два месяца мне нужно отчитываться боссу, что я буду делать. И он начинает работать, делает все, что он успевает сделать. И, наконец-то, приходит время. И он, как говорится, предстоит на ковер, приходит к боссу. Так, что пишут наши друзья? Шалом хаварим! Шалом всемиротов! Да, лично рады видеть ваши комментарии. В прошлый раз, неделю назад, когда я давал урок, даже больше недели назад, комментариев я не видел. Слава богу, сейчас уже видно. Итак, и что тогда происходит? И босс говорит, смотри, дорогой Абраша, я тебя очень люблю, но ты не сделал свой план. Что будем делать? Давай так, давай сделаем так. Теперь ты, я тебе дам бюджет поменьше, зарплата у тебя будет та же самая, как в прошлом году, то есть в два раза меньше, чем вот сейчас. И докажи себя, покажи, как ты на самом деле можешь работать. И я думаю, что вы уже поняли, на что это подобно, что примерно по той же самой схеме Всевышний выстраивает отношения с нами. Всевышний – это главный и единственный руководитель предприятия под названием Вселенная. И задача предприятия по-простому – это прославление Всевышнего. Об этом написано в трактате Перкеа-Вод. Все, что создал Всевышний в мире, создал он во славу свою. Поэтому, чем больше каждый из нас готов прилагать усилия для того, чтобы увеличить славу Творца в мире, тем больше он получает для этого инструментов в виде энергии, здоровья, денег и так далее. И в материальности, и в духовности. Все для того, чтобы максимально увеличить славу Всевышнего в этом мире. Да, и поэтому, дорогие друзья, подумайте прямо сейчас, прямо сейчас ответьте себе на четыре вопроса, очень важных, очень важных для вашего года. Первый вопрос – как ты можешь лучше всего прославить Творца в наступающем году? Второй вопрос – что ты сделаешь с учебой Торы? Третий вопрос – где добавишь хэсэда, добрых дел? Может быть, организуешь какой-то благотворительный фонд? Какие добрые дела ты будешь делать? Четвертое – как направишь свой самый выдающийся талант на служение Творцу? Друзья, я хочу, чтобы каждый сейчас, я даю сейчас время, чтобы подумал об этом, вот тех четырех вопросов, которых я задал. Я сейчас специально вам в чат выкладываю эти вопросы, чтобы вы о них подумали. Вот, пожалуйста, есть, отлично. Значит, дорогие друзья, сейчас выделяем минутку на то, чтобы подумать об этих вопросах. Возможно, тебе понадобится помощь, тогда пиши в личку, я рад буду помочь в ответе на эти вопросы. И, дорогой друг, пока ты думаешь, я скажу напоследок, что приготовил тебе важный подарок, который поможет тебе получить великолепный год с Божьей помощью. Говорят наши мудрецы, что все идет за головой, за началом. И известно, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Это сказано про Рошу Шана. Что это означает вообще? Что те чувства, которые человек испытывает в Рошу Шана, появятся у него в 365 раз больше в наступающем году. Представляете? Поэтому я приготовил для тебя подарок, который поможет тебе в будущем, в наступающем Новом году получить максимальное изобилие и в духовности, и в материальности. С Божьей помощью, с радостью, с хорошим настроением. И для того, чтобы получить подарок, переходите по этой ссылке, которая написана в описании этого урока. Заполняйте анкету и получайте подарок на e-mail. Я сейчас, на всякий случай, вам вышлющу сюда, в чат, ссылку на получение подарка. И в следующий раз, с Божьей помощью, я хочу немножко продолжить эту тему. Тему прославления Творца. А сейчас, дорогие друзья, спасибо всем, кто был со мной в этом эфире. Желаю вам максимально радостно и эффективно подготовиться к началу Нового года. И будьте счастливы!